городской район. Причем по анкетам видно, что все эти фотографии прислали люди молодые, до 35 лет. И сейчас нам дозвонилась блогер. Сейчас мы попробуем установить с ней связь. Блогер Катя Адушкина. Популярный инстаблогер, ведущая свой блог с 10 лет. Сейчас ей 15 лет. У Кати более 8 миллионов подписчиков. Вот она, Катя, появилась. Катя, привет. Помимо видеоблога, Катя еще записывает музыкальные клипы. Десятки миллионов просмотров имеет на всех разных интернет-площадках. Катя, привет. Мы тебя слушаем. Твой вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Катя Адушкина. Мне 15 лет. Я видеоблогер. Также увлекаюсь музыкой и танцами. Но и как всех школьников во всем мире, меня очень интересует проблема ухудшения экологии. И сейчас в России начинают появляться точки сбора раздельного мусора. Но все равно в интернете говорят о том, что в итоге все равно весь мусор сваливается в одну кучу. А как вы будете бороться с этой проблемой и, возможно, какие-то планы по ее решению? Ну, это большая проблема у нас. Она возникла не вчера. Мы много раз об этом говорили, возвращались к этому. Кстати говоря, говорить-то и заниматься этим начали буквально года два-три назад. И как это ни странно прозвучит, но это факт. Толчком была как раз очередная прямая линия, когда люди, по-моему, в Балашихе пожаловались на то, что у них происходит. С этого момента, собственно говоря, с моей стороны прошел сигнал коллегам в регионы и в правительство, начали об этом и говорить. Это сделали предметом обсуждения и предметом внимания со стороны государства на всех уровнях. Выяснилось, что мы десятилетиями накапливали мусор, отходы бытовые, и никто этим, как следует, никогда не занимался. Хочу вам сказать, ну, об этом, наверное, специалисты это знают точно, а широкая публика, может быть, и не догадывается. Мы генерируем ежегодно 70 миллионов отходов, 70 миллионов. И на самом деле никто не занимается в промышленном смысле переработкой этих отходов. Это огромная проблема, тем более, что полигоны скапливались десятилетиями ещё советских времён. А усугубляется это ещё и тем, что у нас общество превратилось всё-таки в значительной степени общественное потребление. Даже несмотря на то, что доходы в предыдущие годы упали, реальные, сейчас восстанавливаются, но тем не менее, в целом у нас общественное потребление. Новые упаковки появились, кроме бумаги упаковочной или картона, много пластика сейчас применяется. В Тихом океане целые острова величиной со среднюю европейскую страну образовались. И там эффект линзы работает таким образом, что влияет на климат на всей планете уже. То есть для нас это огромная проблема. Поэтому, конечно, мы будем этим заниматься. То, что показали сейчас, это безобразие. Это надо посмотреть, где, в каких районах, в каких субъектах федерации это происходит. Насчёт растут тарифы. Я вот смотрел, как вы заметили вчера, вопросы к сегодняшней линии. Много вопросов в связи с ростом тарифов. Но отчасти, может быть, это неизбежно, потому что нужно иметь хотя бы первичные деньги для того, чтобы начать систему работы. Но люди должны видеть результаты, конечно. И это не тот случай, когда нужно оттягивать там на 20 лет. Вот эти результаты как раз люди должны почувствовать сейчас. Совсем недавно мы приняли решение. Я согласился предоставить губернаторам право выбирать, кто будет работать на этих контейнерных площадках. Или управляющие компании соответствующего дома или квартала там. Или так называемые региональные операторы, рекоператоры. Некоторые считают, что региональным операторам не дотянуться будет до этих контейнерных площадок. А некоторые считают, что наоборот лучше, если будет ответственность в одних руках. На самом деле, не безразлично. Но многие губернаторы считают, что лучше рекоператора пускай делать. Но пусть делают, только пусть они этим занимаются. Конечно, надо внимательно посмотреть, но на эти картинки, откуда они взялись, много таких вещей. Надеюсь, что нам удастся это сделать, навести там порядок в ближайшее время. И, конечно, несмотря на то, что это вроде непривлекательная тема, мусор, но и я тоже буду за этим поглядывать. Татьяна, пожалуйста, ещё один звонок.